Кибер-спортивный портал goodgame.ru представляет шоу Stop Cybersport с Эриком Стли. Самые не кибер-спортивные аудиоинтервью с людьми, живущими кибер-спортом. Добро пожаловать, дамы и господа, в этот день вновь дота на волнах шоу Stop Cybersport. У микрофона, как всегда, Эрик Стли, и сегодня я побеседую с игроком команды Rockskiss Йолом. Итак, не будем затягивать вступление, знаю, что вы пришли послушать вовсе не меня. Йол, привет! Как настроение? Как дела? Что нового? Привет, привет. Да, настроение хорошее. Холодно, правда, на улице. Так, всё в порядке. Вы там что-то интересное играли вчера? Мы вчера играли Exocup, насколько я помню, против команды TCN. Вот, это бывшие олдскулы, там, Freezer, Leon. Раньше были сильные команды Tech, а сейчас они перестали тренироваться. Ну, как, может быть, опять начали, я не слежу за ними сильно. Вот, в общем, сейчас так себе играют средненько. Вот, и вторая игра была против какого-то микса Screen Squad, по-моему, она называлась там. Глава был Screen, такой парнишка есть. Вот, и с ними была как мы не думали, не ожидали. В общем, тяжёлая игра, долгая, 60-минутная. Но мы выиграли. Удалось нам. Какие в последующем вас игры ожидают? Точно всех не знаю, но сегодня мы доигрываем, как я понял, Exocup. Будем играть против команды Passy Don, ой, точнее, Relax с Дредом, Андрюшей, там, всеми, в общем. Все знают, наверное, состав их. Вот, а если мы их выиграем, то будем играть в финал против команды Virtus.pro или команды Mouse. Не знаю, кто выиграет. Хорошо, сперва расскажи, с чего началась твоя игровая карьера? И когда впервые ты познакомился с Dota? Ну, с Dota я познакомился достаточно давно. Мне было, не знаю, даже лет, может, 14-13 даже. Игровые клубы, Warcraft, там, на развитие. Потом появилась такая карта, как Dota. Я попробовал в неё поиграть, вот. И с тех пор поигрываю так немножко. Были перерывы у меня там. А, ну, на такой уровень, как сейчас, достаточно недавно, как бы выступаю с прошлого Нового года. Вот, то, что мы сыграли Asus и нас подписали RockSkiss. Вот, с тех пор играю, как бы, в Dota. Может быть, ты помнишь свой самый первый матч в Dota? Да, помню. Ну, расскажи, похоже, это интересная история. Ну, я со своими двумя хорошими друзьями, тоже, ну, очень давно это было, мы пришли в игровой зал, и мне предложили сыграть в Dota таковую. Вот, ну, я был, значит, Рикемару, играл против двух своих друзей. Один из них был Terrorblade, а второй, не помню, то ли Лина. И я их убивал, и они не знали, что делать, потому что мой герой был невидимый, и, как бы, то, что ты не видишь, ты не можешь убить. И я их просто убивал. Вот такая вот история, cool story. А почему именно всё-таки Dota? Раз ты играл в Warcraft, то наверняка, может быть, пытался достичь каких-то успехов там на развитии? На развитии я пытался играть, но это... Ну, блин, Dota, она простая. Ты, ну, я играл раньше с игровых клубов, и в Dota поиграть было всегда веселее, чем на развитии, потому что это 5 на 5, и оры, крики, смех, хохот, и, как бы, всех знаешь, играешь, весело. А на развитии ты играешь один. Ну, не знаю, не увлекло меня, мне больше нравилась командная вот эта вот игра. Может быть, были попытки реализоваться в иных дисциплинах? Да я никогда не думал, что серьёзно буду заниматься компьютерными играми. Наверное, это пару лет назад появилось желание, а год назад оно, как бы, реализовалось. А так, что поиграть в игры... Мне всегда нравился Warcraft, и... Как бы, я играл в World of Warcraft немножко, немножко, там, в Counter-Strike, немножко в Dota. Да вот и всё, в принципе, я особо не распылялся на дисциплины. В какой момент ты понял, что можешь профессионально играть в Dota? Могу или хочу? Могу, когда нас подписали в организацию. Ну, как подписали, предложили играть под их тегом. Для меня это было в радость, потому что всё-таки Rockskiss, все дела. Там раньше под тегом Rockskiss играли знаменитые дотеры, как NS, там, Dread, Beast, не помню, кто ещё, Vigaspel, в Китай ездили. И тут поступает нам предложение такое. А какие весомые достижения и победы можешь сейчас припомнить? Ну, мы особо не блистали, честно, так сказать. Мы всё ещё в процессе прогресса, я надеюсь. Ну, не знаю, вот в Польшу, наверное, самое запоминающееся было событие. В Польшу съездили, второе место заняли, приятно было. Вот, ну, из такого... Ну, я могу припомнить неудачу нашу одну. Давай, тоже интересно. Не прошли на International, это, наверное, самое было... В общем, обидное такое упущение. Мы могли, но не получилось, не пошло. Почему у тебя такой никнейм? У меня был другой ник раньше. Под ним я не смог добиться того, чего хотел. Я решил его сменить. Может быть, это карма, я думал. Вроде под этим... А так оно и случилось, ты сменил ник. Вроде под этим, да. Что-то получается. Как-то. Можешь рассказать о своем нынешнем составе и о каждом игроке в отдельности? Ну, вкратце. Ну, могу, конечно. Ну, начну с Астасиана, наверное, Базазен. Я с ним дольше всего играю. Он у нас исполняет роль Кэри. Роль пугны он исполняет у нас, потому что у нас постоянно пугнает. И он этим недоволен, но ему приходится играть и ничего не поделать с этим. Ну, конкретно про личностные качества. Не знаю. Астасиан, как человек, стал лучше по сравнению с тем, каким человеком он был раньше. Не знаю. Он раньше что-то там... Что изменилось? Обижался, обижался, а сейчас так все ради команды, победка, все без лишних, в общем, выпендрежей. Красава, Астасиан, вот что можно сказать. Дальше, наверное, Седой, Вадим. Вот. Молчун. Наш. Ну, он на харде играет. Он играл с нами раньше, в более раннем составе. Но потом ушел по непонятным мне причинам и вернулся на камбэках. Много о Вадиме не могу сказать. Хороший парень. Ну, просто он не очень общительный, а так. Вот, собственно, и все. Ну, потом Артур Габлак. С ним мы недавно знакомы. Относительно. Он наш капитан. Мы многому у него учимся. Он генератор идей, можно так сказать, тренды. Вина, майнсеры в бой. Стратегия зеленых. На саппортах со мной играет вместе. Ну, иногда там, вот как вчера, например, на Боннике захотелось ему покатать. Сел на Боннике. На 0-4. Ну, да ладно, мы выиграли все равно. Все норм. Вот. Ну, и Рома-скандал. Совсем недавно к нам присоединился. Ну, много не могу сказать, но Рома тоже хороший парень. Адекватный, думающий. Предлагает идеи. Старается совершенствовать себя и членов команды. И вообще. Как бы все с мотивацией хотим побеждать. Вот из таких целей глобальных, наверное, на ближайшее время отобраться на StarLadder, там что-то показать, постараться. Вот, как-то так. А продолжай эту тему, чтобы ты о себе рассказал. Ой. Или что бы сказали твои мейты, например, если бы я им задал этот вопрос. Не знаю. Я несу ахинею всякую, что-то предлагаю, сливаю игры. Вот, как-то так, наверное. Ну, ХЗ, я тоже стараюсь играть, пытаюсь что-то смотреть, но Hearthstone не позволяет мне это. Мы просто играем теперь всей командой в Hearthstone вместо Dota, и он нам немножечко мешает, но ничего не поделать с этим. Ну, то есть вы в последнее время не часто тренируете? Да, не часто. Ну, стараемся, ну, не каждый день получается, потому что то Dota лагает, то врагов нет, то просто нет желания, то дела у кого-то. А в ближайшее время планируем поплотнее график строить тренировок. Ну, вообще, сколько бы ты посоветовал тренироваться нашему слушателю, чтобы достичь хорошего результата в Dota? Ну, важно не просто тренироваться. Так. Тренироваться, во-первых, с сильными врагами, то есть проигрывать это неплохо, это хорошо, и черпать опыт более сильных врагов, смотреть реплеи, смотреть свои ошибки, смотреть реплеи топовых команд, оттачивать скилл, тимплей, как бы всякие фишечки там придумывать, если позволяет голова. Вот. Ну, не знаю, что еще добавить. А в чем причина столь частых изменений в составе? Амбиции людей, я считаю, это мое мнение, наверное, но все хотят чего-то большего, все ожидают, что если они поменяют команду или, ну, что-то изменят, то у них станет все лучше гораздо, но, как показывает практика, это не так вообще. То есть не дисбандитесь, ребята, лучше играйте с составами, какие есть, пытайтесь там учить друг друга, понимать друг друга. А, ну, составы меняются, потому что, ну, я, в принципе, объяснил уже, я думаю, это моя точка зрения. Да, просто многие-то уже и не верят в стабильность вашего состава, вашего нового состава. Я думаю, ты и сам это прекрасно знаешь. Ну, конкретно этот состав, мне кажется, долго продержится часть, ну, потому что, ну, не знаю, мне кажется, химия людей позволит нам долго существовать вместе, и как бы у нас такое достаточно сбалансированное получается комбо. Есть что-то, что тебя не устраивает в нынешнем положении дел внутри команды? Да нет, ну, может быть, я хотел бы, допустим, больше тренироваться, чем мы сейчас это делаем, но это, как бы, дело наживное, то есть никаких вообще нет претензий, проблем, всё хорошо. Скажи, лично ты чем-то ещё занимаешься, помимо тренировок и игры в доты? Ну, я игра в Hearthstone, не знаю. Ну, сейчас скоро сессия, учёба, немножко хочется подтянуть учёбку, а пока вообще, как бы, особо дел нет, помимо доты, ну, девушка есть, ну, не знаю, всё, всё как обычно. Зима, не погуляешь особо, компьютер, рядом с батареей всё-таки. Да. Поэтому далеко уходить не хочется. Ну, а про свои интересы, какие-нибудь увлечения расскажи. Ну, какие увлечения? Дота занимает слишком много времени, не остаётся... Ну, а ты чем бы ты занимался? Я бы, не знаю, саморазвивался, книжки читал, но просто режим не позволяет, потому что я поздно ложусь, а когда ты поздно ложишься, ты поздно встаёшь и тяжело встаёшь, потому что неправильное время спишь, организм не успевает отдохнуть. И получается, у меня куча времени уходит на раскачку, пока встану, туда-сюда, а у меня учёба вторую смену, с учёбы приехал, а тут уже и в дотку пора играть. Вот. Вот такая вот жизнь тяжёлая. На кого ты учишься? Я учусь на маркетолога, на экономическом факультете. Почему ты выбрал эту специальность? Я хотел связать своё обучение и, возможно, карьеру с иностранными языками, на самом деле, но потом в последний момент передумал и решил поступать на экономический факультет. Не знаю, почему. Наверное, потому что это модно, стильно, молодёжно. Я тогда не понимал, как-то. Думаю, ну, эконом, эконом, круто, всё, окей, гоу. И хотел поступить на специальность мировая экономика, потому что там было максимально связано с английским языком. В общем, мне это интересно было. Но мне не хватило баллов, там, буквально чуть-чуть, чтобы поступить на бюджет, и я поступил на маркетинг на бюджет. Вот. И я, честно говоря, даже не знал, что такое маркетинг, когда писал его там в дополнительных предметах. Но, как оказалось, это достаточно интересная специальность. И вообще мне нравится. Я рад. Не жалею, в общем. А насколько у тебя вот всё серьёзно с Дотой? Ты планируешь в будущем зарабатывать исключительно на игре на этой? Я рассуждаю так, что пока я учусь, я могу позволить себе играть. То есть я получаю какие-то деньги с этого, я не беру денег у родителей, то есть не нахлебничаю и при этом занимаюсь делом, которое мне нравится. А когда я закончу университет, я решу для себя. То есть у меня в запасе как бы год ещё имеется на какую-то реализацию. Может быть, ну знаешь, как может попрёт, там International какой-нибудь глядишь, или что-то в таком духе. Ну да. В общем, а там-то уже и почему бы и не продолжать. А пока что всё как есть, не хочу загадывать. Ты, может быть, читаешь что-нибудь сейчас? Я читаю какую-то книжку уже полгода, наверное, не могу прочесть, потому что я раньше читал с утра, под ним вставал с кровати, брал книжку и читал. А сейчас я не могу встать с кровати, поэтому я не читаю. Она лежит, называется какая-то хитрая книжка, очень «Чёрный лебедь», там что-то про экономику, про случайность, в общем, так если вкратце. Ну, вроде интересная, но я её не могу осилить. До этого читал книжки, наверное, знаешь, как этот сериал называется-то? «Игра престола», в общем, по ним все книжки прочитал. А так, не знаю, сейчас, честно сказать, сказать, что я читаю, это неправда. Я вообще ничего не читаю уже за полгода. Как бы ты охарактеризовал в целом Dota community? Очень какой-то сложный вопрос для меня, не знаю, сгусток людей, добра и зла, не знаю, есть всякие хейтеры. Это интересно. Есть фанаты, которые поддерживают реально, есть тролльки всякие, там, которые изливают потоки негатива на форумах, и, ну, не знаю, трудный вопрос, честно. Скажи, ты сталкивался с негативом в свой адрес? Конечно, конечно. Ну, когда так бывает, какой-то матч, там, сыграл плохо, хорошо, там, лазишь по какому-нибудь форуму, и, там, какой-нибудь киллер 6662000, там, руспро пишет, там, про меня или про кого-то, там, какие-то, ну, в общем, гадости, ну, не знаю, да, сталкиваюсь с таким. Ну, иногда весело даже почитать. Я помню, мы когда были на StarLadder последнем, когда проиграли всем подряд, после этих проигрышей пришли, как бы, домой на съемную квартиру, открыли ноутбук, я, Соло, Седой и БЗЗС, Тусян, и начали читать какой-то форум, и там просто поток был, я не знаю, сообщений 70 про то, какие мы плохие, ну, в общем. И, в частности, там много было про БЗЗ, и он просто такой сделал движение фейспаум и пошел лицом в кровать, уснул, расстроился, а мы ржали очень долго. Ну, то есть, тебя это не задевает? Нет, нисколько, это мнение людей, пусть что хотят, пишут. Твое отношение к Лиге Легенд? Нейтральное. Я играл в эту игру какое-то время, давно, не знаю, может, пару лет назад, там, 25 уровень, не знаю, как это там распределяется. В общем, так, достаточно много поиграл в нее, ну, а потом она мне разнравилась, потому что в ней, как я посчитал, мало, как бы, как это сказать, возможностей, наверное. Ну, она достаточно, ну, короче, игра в рамках, ты не можешь, там, что-то придумать сверхъестественное или сделать, там, однообразное, что ли, как-то так. Ну, вообще, игра неплохая, но на любителя. Я, честно говоря, не понимаю, почему у нее столько людей играет, видимо, она там хорошо раскручена рекламщиками райтов или кто там, создатель. Дредд, к слову, в рамках этого же шоу говорил, что Лига Легенд намного проще доты. Да, это правда. Ну, там ты не должен динаить крипов, там, прячься в кусте, кидай спелл, убивай как-то. Ну, механика игры сама более простая, там нету микроконтроля вот этого сумасшедшего, там, там, все герои, как я помню, с одним юнитом, один юнит, то есть, ну, не знаю, да, простая игра. А я уже не помню, честно говоря, что там, как. Казуально она, в общем. У тебя есть какие-нибудь политические взгляды? Ну, я особо не увлекаюсь политикой, честно, не лезу туда и так просматриваю иногда какие-то новости, может быть, события в мире, на так, чтобы прям, там, я из-за ЛДПР, у меня такого нету, я нейтральный тет соблюдаю, в общем. Какой жанр музыки тогда предпочитаешь? Ну, сейчас мне нравится в последнее время рок какой-то, там, я не знаю, как, жанр, не жанр, просто рок, там, разный, я включаю какие-то вконтакте, там, рекомендации еще там нахожу, вот, что интересно. Ну, рэп люблю тоже иногда по настроению, какую-то зажигательную музычку, там, тоже могу послушать, драм-н-бас тоже люблю. А твое отношение к религии? Ну, я не скажу, что я, как это называется, слово, когда не веришь ни во что, в общем, я забыл. Атеист. Атеист, да. Ну, что-то есть там, наверное, во что-то верю свое, а так, нейтрального ко всему достаточно тоже. Какой-нибудь случался забавный инцидент на каком-нибудь, там, например, мероприятии? Ну, вот, на последней поездке на Стерладдер, там, мы, например, выпивали в кафе, которое называлось дно, я не знаю, можно это назвать, инцидентом, происшествие такое произошло у нас. На дне бухали мы, в общем, всей бригадой до часов, а так, что инцидент какой-то, не знаю, не припомню такого. Что тебе не нравится в твоем нынешнем образе жизни? Ну, помимо того, что у тебя мало времени сейчас. Ну, я только хотел сказать про это. Это само собой. Все на это жалуются. Ну, да, да. Хотелось бы режим сна свой настроить. Вот меня это очень смущает. Мне прям кажется, что я мыслю хуже, чувствую себя хуже из-за того, что поздно ложусь. Но это очень трудно сделать, на самом деле. Вот. А спортом еще хотелось бы заниматься, но тоже трудно заставиться. Да и времени не очень много на это, на самом деле. Как ты считаешь, какие перспективы у киброспорта в целом? Ну, учитывая то, сколько денег тратится с каждым годом на ту же самую доту, то мне кажется, перспективы вырисовываются достаточно яркие, потому что вот недавно Корея подхватила доту. Ну, если говорить о доте, в частности, то мне кажется, это направление будет развиваться и достигнет масштабов, как, не знаю. Ну, спортом вряд ли в ближайшее время это признают, но интерес будет расти. Это факт. Есть что-то, что сейчас киберспорту очень необходимо, помимо денег? Ну, честно говоря, не знаю. Ивенты есть, соревнования есть, команды есть, дота есть. Вроде все есть для прогресса. Ну, не знаю, может, какой-то больше медийности, там, если по какому-то телевизору начнут ее крутить, то больше людей будет. Не знаю, мне кажется, всего хватает. Скажи, есть у тебя вредные привычки? Я курю сигареты, к сожалению. И много ем на ночь, наверное, вот. Вот и все, собственно. Ну, не знаю. Раньше не курил, сейчас закурил. Из-за того, что мы были на буткемпах и там все курили, в Краснодаре там Алексея и всякие 322 и Андрюшки. И я что-то так посмотрел на них, посмотрел. А покурю-ка я опять, я так решил. И вот с тех пор опять курю что-то. А как родные и близкие, друзья относятся к твоему увлечению киберспортом? Я делюсь с ними, с мамой, папой, бабушкой. Рассказываем о своих успехах и неудачах. Ну, они в основном интересуются только за денежную часть. Интересно там, а сколько выиграла, а что, а как. Ну, рады, что я катаюсь там иногда по Украине или по Польше пока что. Тоже неплохо. Ну, да, да. Почему нет? Ну, папа скептически относится к этому, он не понимает, как бы, весь масштаб, он считает, что это все, ну, как мне кажется, что я играю в каком-то игровом клубе, там 10 компьютеров, там за спинами люди стоят, такое. В общем, наверное, не понимает масштаб весь. Вот. Близкие друзья, близкие друзья сами играют, так что они понимают тоже все, и я им, ну, объясняю всю важность этого дела для меня. Ну, они относятся нормально к этому вполне. Тебя свел киберспорт с людьми, которые тебе впоследствии стали хорошими друзьями? Хорошими друзьями я не могу сказать, но просто хорошими, приятными людьми, с которыми я рад всегда пообщаться, да, есть такие люди. Как ты думаешь, чему может научить киберспорт молодое поколение, подрастающее поколение? Таким словам, как лол, гоу-гоу, килл Рошана, ультуй. Ну, блин, на самом деле, если серьезно, мне кажется, Дота многому учит, на самом деле, учит мыслить, учит работать в команде. И мне кажется, эти навыки пригодятся людям, как бы если они хотят действительно чему-то учиться, то они научатся. Уже завершая сегодняшний эфир, скажи, что бы ты мог пожелать всем тем, кто также мечтает преуспеть в Доте? Не знаю, больше играйте, старайтесь играть с людьми, с которыми вам приятно играть, не кидать их и понимать, помогать. Ну, я уже говорил, в принципе, там, смотреть реплеи, вот это все дела. Ну, это все советуют, а так, что секретной какой-то техники, методики нет, ну, вам должна тоже сопутствовать какой-то элемент удачи вовремя с кем-то познакомиться. Потому что на своем опыте могу сказать, что достаточно трудно просто хорошо играть, попасть в какую-то команду, или нужно быть знакомым с кем-то. А чтобы познакомиться, нужно хорошо играть, и вам должно, может, повезти, или как-то, ну, не знаю, трудно. А так самосовершенствуйтесь, и все получится у вас. Скажи, я лично в твоем жизненном опыте, было такое, что кто-то дал тебе очень важный для твоего будущего совет? Ну, знаешь, такого нету, как вот в фильмах показывают, там, сынок, я тебе сейчас расскажу вот этот совет, и как бы, и вот в самый ответственный момент я вспоминаю этот совет, такого нет. По, ну, в совокупности весь жизненный опыт, как бы, сделал меня таким, какой я есть, и все советы, которые мне давали, я их, как бы, обмозговывал, не знаю, принимал, вот, и строил принятие решения на них. Ну, что же, на этом мы завершаем наше интервью, и в случае, если вам понравился сегодняшний выпуск, подпишитесь на канал рубрики, это только вдохновляет нас создание все новых и новых выпусков. И уж тем более до тех пор, пока вы демонстрируете свой интерес к этому шоу, оно не прекратит свое существование. До скорой встречи вновь в эфире! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok